По пандемии, которая сейчас происходит, из большинства стран приходят новости довольно мрачные. Число заболевших растет по экспоненте, все все больше и больше погибших, и люди в панике скупают маски и дезинфекторы. Но есть несколько стран, которым удалось, если не победить эпидемию, то, по крайней мере, взять ситуацию под контроль. Когда речь заходит об успехах в борьбе с коронавирусом, в первую очередь вспоминают Китай, но его мы обсуждать не будем, потому что оттуда невозможно доверять данным приходящим. Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея имеют действительно серьезные успехи в борьбе с эпидемией. Эти страны объединяют то, что с опасной респираторной инфекцией и ее быстрым распространением они сталкиваются уже не впервые. Наиболее для нас интересен опыт Германии. Их успехи в борьбе с коронавирусом нельзя списать на прошлый опыт, потому что у них никаких эпидемий не было более 100 лет. Или на особенности азиатских культур. На 11 апреля в Германии было зарегистрировано 122 тысячи заболевших. Примерно столько же, сколько во Франции, Италии и Испании. Но при этом смертность в Германии составляет 2,2%, в 6 раз ниже, чем в других перечисленных странах. В Италии она составляет 13%, в Великобритании 12%, в Испании и Франции 10%, в Америке 4%. Это смертность от выявленных случаев. Давайте разберем каждый из пунктов, который позволил этим странам держать эпидемию под контролем. Разберемся в каждом из них подробно. Раннее выявление и отслеживание распространения. Еще в начале января, когда в Китае было зарегистрировано всего несколько случаев, и там власти еще даже и не подтверждали, что есть какая-то глобальная серьезная опасность, Всемирная организация здравоохранения даже не рекомендовала ограничить поездки в Китай и тоже говорила, что ничего страшного не происходит. Тайваньские органы здравоохранения же уже тогда проверяли каждый самолет, прилетевший из Ухани. Первые случаи болезни, очевидно, выявили среди приехавших из Китая, потому что инфекция появилась там, просто самой по себе в Тайване ей было неоткуда взяться. Но потом от приехавших стали заражаться их родственники, которые жили с ними вместе, и другие жители Тайваня. Все это тщательно отслеживали, опрашивали самих людей, а если это было невозможно, получали информацию от отелей, транспортных компаний и даже просматривали записи с камер видеонаблюдения и данные с мобильных операторов. Благодаря внимательному отслеживанию власти знали, какие из этих случаев были завозными, а какие внутренними. То есть каждая эпидемия развивается таким образом, что сначала в город или страну приезжает какой-то носитель вируса. Вирус не появляется сам в городе, например, взять Волгоград, там не появляется коронавирус сам по себе. Тогда может приехать человек, в данном случае из Москвы сейчас, но раньше мог приехать из Европы или из Китая. Потом этот человек заражает других, кто находится вокруг него, и дальше это дело начинает распространяться уже внутри города. То есть следить внимательно, кто сейчас приехал в Волгоград, например, из-за границы, нет большого смысла, потому что инфекции уже распространяются внутри города. Но когда есть возможность отследить каждый случай, вот как было в Тайване, то люди не так нервничают, потому что можно про каждый случай сказать. Да, вот она заразилась от мужа, а муж приехал из Китая. Он был 10-й случай заражения, а она теперь 11-й. Конечно, эти цепочки со временем сильно увеличиваются, но все равно, когда есть понимание, откуда каждый случай, ситуация под контролем. Власти ежедневно проводили пресс-конференции, иногда даже по несколько раз в день, и подробно рассказывали о каждом случае. Это помогло предотвратить панику среди жителей. Большое внимание уделяли не только выявлению зараженных, но и предотвращению распространения инфекции от человека к человеку. В Сингапуре, который и без того может считаться образцом чистоты, усилили пропаганду общественной гигиены. Специальная правительственная целевая группа рекомендовала 5 привычек личной гигиены. Закрываться платком или чем-то еще при кашле и чихании, использовать индивидуальные столовые приборы в заведениях общественного питания, использовать подносы во время еды, чтобы локализовать загрязненную зону, если что-то разольется, содержать общественные туалеты в чистоте и сухости и регулярно мыть руки. С самого начала правительство Сингапура рекомендовало использовать маски только для людей, которые уже плохо себя чувствуют. Не для всех. В Южной Корее еще со времен вспышки МЕРС налажена система отслеживания потенциально зараженных. Для этого используют записи с камер наблюдения, данные кредитных карт и даже данные GPS с автомобилей и мобильных телефонов. На законодательном уровне во время кризисов с инфекционными заболеваниями здесь отдается приоритет общественной безопасности в ущерб приватности. Люди приняли потерю частной жизни в таких ситуациях, как необходимый компромисс и доверяют своему правительству. Сотовые телефоны южнокорейцев вибрируют, когда в их районе обнаруживается новый случай заболевания. На сайтах и в приложениях для смартфонов по часам, а иногда и по минутам можно проследить передвижение зараженных людей. На каком автобусе они ехали и куда, когда в него садились, вообще когда и куда они садились, где выходили и даже были ли они в маске. Широкое тестирование. В середине января задолго до того, как большинство немцев вообще услышали слово коронавирус и начали задумываться о том, что он хоть как-то повлияет на их жизни, в Берлине больница Шарите в Берлине уже разработала тест на коронавирус и опубликовала его, чтобы другие организации медицинские в Германии, во всей Германии могли его скопировать и начать производить. Представьте себе, начало или середина января в России вообще еще только смеялись над китайцами, которые там что-то нервничают про свой коронавирус. А больница в Берлине уже разработала тест. В феврале, когда Германия зарегистрировала свой первый случай коронавируса, а у нас и во многих других странах еще вообще отрицали существование этой проблемы, лаборатории по всей Германии уже создали большой запас тестовых наборов. Сейчас, имея все эти тестовые наборы и заранее подготовившись, Германия проводит около 350 тысяч тестов на коронавирус в неделю, что намного больше, чем любая другая европейская страна. Широкое тестирование людей, приехавших из зараженных регионов или контактировавших с такими людьми, позволило властям выявлять заболевших на очень ранних стадиях. Они еще тогда, когда их выявляли, были не заразны. Также это помогает в лечении. По словам профессора Кройслиха, заведующего кафедрой вирусологии в университетской клинике Гейдельберга, если перевести пациента на аппарат искусственной вентиляции легких до того, как его состояние ухудшится, у него гораздо больше шансов выжить. Медики, которые имеют самые высокие шансы заболеть, потому что они контактируют с больными, и вероятность получить коронавирусного больного у них есть в любом случае, даже если они не в специализированных клиниках. Так вот, у них наибольшие шансы заболеть, и они потом распространяют вирус, когда возвращаются домой и так далее. Они проходят тестирование вообще регулярно. Чтобы упростить процедуру, некоторые больницы начали проводить блочные тесты. За один раз используют мазки сразу от 10 сотрудников и проводят индивидуальные тесты, только если в этой общей пробирке обнаружился положительный результат. Один из ключевых факторов, который позволил немцам обеспечить широкое тестирование, это то, что для пациентов оно бесплатно. Ведь молодой человек без страховки и серьезных симптомов вряд ли пойдет к врачу, если за это нужно платить. А значит, будет распространять инфекцию дальше. Именно вот этот факт, что Германия тестирует гораздо больше людей, чем большинство стран, и объясняет низкий уровень смертности. Ну, потому что немцы выявляют больше заболевших, в том числе у которых небольшие симптомы, и которые в других странах могли бы просто остаться дома или не сделать тест. Немцы их выявляют и записывают статистику, что снижает уровень смертности. Реальный уровень смертности мы сможем узнать через какое-то время, когда сможем проверить всех переболевших, тогда, когда появится надежный тест на антитела. Сейчас пока такого нету, он дает очень большие, ложно-отрицательные и ложно-положительные, вернее, результаты. Но когда он появится, мы сможем это узнать. Сейчас прогнозы говорят о том, что смертность будет в районе 1%, но точно этого никто не знает. В Южной Корее спустя всего одну неделю после того, как в конце января был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, правительство и чиновники срочно встретились с представителями нескольких медицинских компаний. Они не собрались прищучить их за то, что они собираются нажиться, а призвали немедленно приступить к разработке тестов на коронавирус, которые будут пригодны для массового производства. Правительство обещало экстренно одобрить эти тесты и чтобы они обошлись без каких-либо бюрократических проволочек, чтобы компании смогли их сразу использовать и распространять. В течение двух недель, несмотря на то, что подтвержденных случаев в Южной Корее было в пределах нескольких десятков и, казалось бы, еще было не о чем беспокоиться, ежедневно производили тысячи тестовых наборов. В настоящее время страна производит 100 тысяч комплектов для тестирования на коронавирус в день и ведет переговоры с другими странами о том, чтобы их экспортировать. Чтобы избавить больницы и клиники от перегрузок, власти Кореи открыли 600 центров тестирования, предназначенных для того, чтобы как можно быстрее обследовать как можно больше людей и обеспечить безопасность медицинских работников. Контакты в таких центрах сводятся к минимуму. Существуют пункты, где люди вообще могут пройти тестирование, не покидая своих автомобилей. Они должны ответить на несколько вопросов, потом им дистанционно измеряют температуру и берут мазок из горла. Все это занимает около 10 минут. Результаты теста обычно можно получить в течение нескольких часов. Также в проходных местах ставят пункты тестирования, похожие на прозрачные телефонные будки. Медицинские работники берут мазки из горла с помощью толстых резиновых перчаток, встроенных в стенки этих будок. СМИ и наружная реклама призывают южнокорейцев пройти тестирование, если у них или кого-либо из их знакомых появились симптомы. Приехавшие из-за рубежа должны загрузить приложение для смартфона, которое поможет им самостоятельно проверить наличие симптомов. Благодаря массовому тестированию тех, у кого есть симптомы или кто мог контактировать с таковыми, Южной Корее удалось обойтись без серьезного ограничения передвижения людей. У них по-прежнему открыты, например, торговые центры. То есть у них происходит более-менее обычная жизнь. Ну, конечно, с некоторыми ограничениями. Школы не работают, но торговые центры работают. Широкое тестирование позволяет Корее изолировать и лечить многих больных вскоре после заражения. Ну, до того, как они заразят многих других. Министр иностранных дел Южной Кореи Канг Кунг-ва назвала тесты ключом к низкому уровню смертности. Тут важно отметить, что речь идет не о тестировании вообще всего населения, но о массовом тестировании всех, у кого есть симптомы или кто контактировал с теми, у кого есть симптомы. Корея протестировала около 1% своего населения, что очень много. Да, и вот на графике можно посмотреть, насколько это много и больше, чем большая часть других стран. Но все равно это всего 1%. То есть это не массовое тестирование всех, кто нервничает. Это важно. Следующий пункт. Надежная система общественного здравоохранения. До того, как пандемия коронавируса распространилась по Германии, в университетской больнице в Гюссене было 173 реанимационных койки, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. В последние недели добавили еще 40 коек и увеличили штат сотрудников на 50%. Теперь больница принимает пациентов из Италии, Испании и Франции. Настолько они уверены в своих силах. В январе в Германии было около 28 тысяч реанимационных коек или 34 на 100 тысяч человек. Для сравнения, в Италии этот показатель почти в 3 раза ниже, 12. А в Нидерландах вообще почти в 5 раз ниже, 7 всего на 100 тысяч человек реанимационных коек. Сейчас в Германии еще нарастила количество реанимационных коек. Эксперты с осторожным оптимизмом, но предсказывают, что меры социального дистанцирования позволят Германии избежать коллапса медицинской системы и пройти этот кризис относительно, насколько это возможно, спокойно. Следующий пункт. Объективное и честное информирование людей и, как следствие, доверие к власти. Каждому человеку не представишь медицинского работника, который будет проверять его температуру и контролировать, тщательно ли он моет руки. Чтобы побороть эпидемию, нужно, чтобы в этой борьбе участвовали все граждане. Власти Южной Кореи еще после прошлой эпидемии SARS пришли к выводу, что для подавления вспышки необходимо информировать граждан объективно и подробно о том, что происходит, и побуждать их к сотрудничеству. В телевизионных передачах, в метро, в оповещениях на смартфонах южнокорейцам бесконечно напоминают, что нужно держать социальную дистанцию, мыть руки, контролировать свое состояние и носить маски. Этот обмен сообщениями привил людям почти военное чувство общей цели. Опросы показывают, что большинство людей одобряют усилия правительства и доверяют властям, не паникуют и не скупают в истерике продукты. Давайте сравним это с тем, что говорили по нашему телевидению об этой эпидемии. Вот посмотрите. Я просто извините, скажу, если это происки американцев, то они опозорились, потому что вирус слабый. Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего. Нет. Какие лекарства сегодня можно использовать? Их 30. 30 из тех лекарств, которые уже есть. А в Китае об этом не знаю. Я хочу сказать, что такая избыточная паника по его поводу точно нанесет больший урон человечеству, и мы потеряем больше людей, чем он сам по себе. В масках приходится так, в масках. Что ты, инопланетяники, что ты пришел сюда в маски? Иди в маски дома, сиди себе перед телевизором, смотри-ка медиклад. Ну как слышат такое, люди могут доверять телевидению, средствам массовой информации и власти. Ведь все знают, что у нас телевидение контролирует власть, и если там что-то говорится, то значит это одобрено. Но вернемся к успешным кейсам. На Тайване еще в 2004 году, во время эпидемии SARS, создали командный центр Министерства здравоохранения, который и тогда, и сейчас работал 24 на 7. Там есть комната для СМИ, центр сбора данных, куда поступает информация от различных местных органов власти. Есть даже место, где можно поспать. Есть разные эксперты, есть люди, разговаривающие со СМИ и информационный и логистический центр. В кризисной ситуации очень важно оперативно получать данные, иметь возможность анализировать происходящее в реальном времени, принимать быстрые решения и сразу же объективно и честно доносить информацию до людей. Так считают на Тайване, и это работает. В Германии одной из причин, обеспечивающих низкую смертность, помимо массового тестирования и высокой готовности медицинской системы, считают руководство канцлера Ангела Меркель. Меркель, как ученый по образованию, выступала четко, спокойно и регулярно на протяжении всего кризиса и последовательно применяла все более и более строгие меры по социальному дистанцированию, подробно все объясняя людям. Ограничения, которые имели решающее значение для замедления распространения эпидемии, были приняты обществом и почти не встретили политического сопротивления. Рейтинги Меркель взлетели, доверие к правительству увеличилось, люди увидели просто, что власти держат ситуацию под контролем и честно и объективно все объясняют. Сравните это с действиями наших властей, с этими обращениями Путина, из которых ничего не понятно, и которые делаются в значительной степени для пиара и под руководством политтехнологов, на объявлении Мишуустина о том, что он будет контролировать цены, это там полная вообще фигня. То есть сравните эти действия с нашими и сразу поймете, почему такая разница в течении эпидемии и почему те страны, которые мы обсудили, смогут или уже сняли ограничения на передвижение, на работу их экономики, или смогут снять их в ближайшее время. А нам придется жить с этим долго. В общем, к сожалению, опыт этих продвинутых и развитых стран уже поздно использовать. Наше правительство не только не готовилось вообще к подобной эпидемии, но и годами недофинансировало медицину. Низкие зарплаты врачам и медсестрам приводили к тому, что самые квалифицированные из них или эмигрировали, или уходили в другие специальности. Управление медициной, как и многими другими сферами деятельности государства, осуществлялось из соображений максимально правильного распределения госсредств в нужные карманы, а не из соображений того, как сделать наиболее эффективную и хорошо работающую систему. То есть на первом месте было правильное направление денежных потоков много-много лет уже, а лишь на втором или третьем, чтобы все правильно и хорошо работало. Не только в медицине везде, но просто мы сейчас видим, насколько это сработало и какая большая разница именно в вопросе медицины. При том, что мы страна довольно богатая, мы могли бы спокойно сделать замечательную систему здравоохранения, которая была бы готова к таким угрозам, и все бы с ней было хорошо. И водные у нас были изначально довольно хорошие, у нас много коек, это еще с советских времен сохранилось, много больниц. Но в результате вот такого государственного управления, которое с нами происходит последние 15 лет точно, а скорее все 20, пока у власти текущая команда Владимира Путина, мы в результате не готовы к текущему кризису и к эпидемии. В отличие от Южной Кореи и Гонконга, мы сейчас вынуждены полностью останавливать нашу экономику, чтобы избежать катастрофического сценария. А могли бы как эти страны, или как Сингапур, или как Германия, пройти этот кризис гораздо менее болезненно. Подписывайтесь на мой канал, мы тут стараемся на основе доступной научной информации спокойно анализировать происходящее, чтобы вы больше понимали в том, что сейчас происходит, и могли разобраться во всем и сформировать свое мнение. Ставьте лайк и колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!